Людмила спрашивает, как справиться с шоком от такого количества вскрывшейся ненависти? Хватит ли наших сил, чтобы охватить эту массу раскрывшегося зла? Нет, не надо этого делать. Не надо ничего охватывать, не надо ни с чем справляться. Мы должны просто пытаться любить. Тут невозможно иначе вылезти из этого состояния. И другого слова уже не приведешь, да? Нет, нет. То есть вы согласны, что раскрылось сейчас много такого? Раскрылось много зла, и у нас есть возможность раскрыть добро. То есть если бы у нас не было такой возможности, я не раз спрашивал вас об этом, если бы у нас не было такой возможности раскрыть добро, раскрыть любовь, зло бы раскрылось? Откуда? Мы должны заранее подбираться постепенно, потихоньку к ощущению добра и любви, чтобы начать ощущать, что на самом деле между нами есть зло и ненависть. И уже сознательно затем добывать. Добывать, красивое слово. Да. Свойства любви и связи. То есть вы хотите сказать, что не раскрылось бы это зло, если бы мы не могли добыть эту любовь всего? Да, конечно. То есть мы способны уже добыть ее, получается, правильно? Мы способны. Способны. Да. Мы должны, иначе бы оно не раскрылось, мы должны быть подготовлены к этому. Есть в этом закон какой-то? Закон абсолютно четкий. Синусоидальная такая периодическая составляющая здесь есть. Увеличивающаяся или как? Да? Неважно. Любовь и ненависть, любовь и ненависть. Вот так она должна периодически проявляться, перекрывая друг друга. И расти, расти, расти. Увеличивающаяся или как?